А давно тут вообще живут русские? Это из Катерины, Катерины Вторая выслала сюда. А откуда выслала? Это Тамбов, Тамбовская убережь. Гонение было церковь, она выслала. Христос заповедовал, так мы и живем. То есть у вас нет священников там? Есть почему? Есть. А как же? У нас и псалмы поют. А чем отличается ваша церковь вот такой обычной православной? У нас взятки не берут, мы не за деньги служим. У нас священник есть деньги, он так уже работал, как и я. Он сам трудится, он себе зарабатывает, мы себе зарабатываем. за деньги он не крестит, не хоронит, не бракосочетание, за деньги у нас ничего нет. Вот этим мы и отличаемся. А там в церковь нужно папу деньги платить. Пришел он покрестить дитя, значит его заплатили. Пришел, чтобы его бракосочетание сделали. Надо деньги ему платить, членские взносы, там государство платить. А мы никому не платим. Ну и никому вреда не даем. Служим Богу и все. Там поп может сам напиться пьяный. Там, скажем, главный не напьется. А эти их подсобники с вином ходят, шатаются в ризах. А наши как раз вот против этого, против тропокурства, против пьянки, против воровства, против обманов. Вот наше слово такое. Трудимся много, конечно, в горах. Тут вообще почва, я смотрю, такая, наверное, не очень легко. Она ничего не дает. Что-нибудь растет вообще? Ну, картошка, капуста, морковка, свекла и все. Здесь так. Мы же и люди выселали. Даже высылали с Россией не для там, ну, предких наших. Еще при где-то в 1858, в 1838 году, в 1854 году. И что, 700? 800. 700, да. Это при каком царе? Николай, наверное. Да. Мне вот говорили, что при Екатерине высылали. Нет, Николая, Екатерина. Николая сбывали, Николая. Может быть там другой Николай. Но при Екатерине, основной Екатерина. А Николай, он же последний царь уже революции 17-го. Да. Да. Я смотрю так, дома тут большие такие, достаточно хорошие. Ну, не знаю, что. То есть, на самом деле, в России даже, в центральной России, многие деревни хуже выглядят гораздо. Знаю. Да. Может, наши там бывали. Все. Ну... Почему так? Потому что, вот эти горы, все были леса. Когда наши сюда приехали, их всего было 38 семей. Угу. Все рубили и срубы делали. Как в России. Угу. А потом здесь и камень. Туф. Родина Туфа. Вот. Работали много. У нас спиртного, можно сказать, мы не употребляем. Вот. Совсем? Например, я же не употребляю. Угу. Ну, молодежь бывает там немножко употребляет, ну, и флоу. Угу. Угу. А семейные люди в основном работают на семью. Угу. 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 Уже на тракторе у меня ездил. Да. Сам. На машине. Вот. Форт стоит у меня. Он уже почти, ему 7 лет, он почти может. Трактор-форт, да? Да. Вот. Домашний там он. Сзади. Форт стоит. Вот. Трудимся. Вот я сегодня в 6 часов встал. И еще буду часов до 9 трудиться. Угу. Что пожнем, то и покушаем. Вот так оно. А если сидеть будет, и бедные есть у нас, и богатые есть. Ну, в основном хорошо. Вот. Вот. Многие уже уехали в Россию. Нет. Вы не собираетесь? Нет. Сын не едет. У меня три брата в России сейчас живут. Они вот в этом доме выросли все. Отцовский дом. У меня квартира в Кировакане есть. Я вообще в городе живу. А. Родился здесь, пьяхал в городе. Сейчас пенсии получаю. А что здесь пожить? В отцовском доме так. А сын сейчас в Якутии работает. А. Алмаз не бывает? Нет. Они газ ведут в Китае. Сейчас вот заканчивают. Потом из Пакистана поедут. В Индии ездят. Находки. Постоянно по России ездят. Работают. Здорово. 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 Ну, так вот живем потихоньку. Да. Царую тебе. О, ты мой внук хороший. Да. Вот так вот так. Ну, конечно, тяжеловато сейчас. При Советском Союзе, конечно, мы здесь лучше жили, чем в России. Да. Да здесь справочки не требуют много. В России очень много закона. Здесь меньше закона. И здесь я, если что делаю, мне сосед не продает. Откуда я везу? Чего я делаю? А в России? Сейчас тоже в России не знаю как. А при Советском Союзе сосед, если кто-то завез что-то, сосед думает, откуда он это везет. Сразу ему БХС звонит. Вот почему у него есть, а у меня нет. А у армян по-другому. Понимаете? Если у него есть, он и соседу помогает. Чтобы у него тоже было. Я вот всю жизнь с армянами по-соседски прожил. Они меня никогда не обижают. Наоборот, помогают. Здесь легче, если только работа будет. То есть конфликтов между армянами и русскими вообще никаких не было? Абсолютно. Особенно при Советском Союзе еще было. А вот как все, каждый в своей республике остался. Я гражданин Армении. Полными правами тоже я пользуюсь. Так же, как даже... А армянский язык знаете? Обязательно. Ну, не все деревни у нас не знают. Ну, я в городе жил. У меня семья, можно сказать, вся по-армянски знает. И внуки учатся. Надо. А мужской пол в армии идет. Хочешь, не хочешь, уже солдат по-армянски учатся. А женский пол так. Что делать, Дима? Эй, это Катя. А белый, это красивый пункт. Наático, С acquainted по-армянски. Сту aid дома, мы следуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!